Учитывая то, что мы с вами нарушителя, и то, что у нас является верхним, у нормального зверя, где расположено. Итак, берем нормальную татарапону, то, что мы называем верхней частью тела, у нормального зверя, какая это? Передняя. То, что мы называем нижней частью туловища, задняя. Вот это понятно? Теперь голова у всех на передней или на задней части? На передней. На передней. Ура! Хвост у всех на передней или на задней? На задней. Разобрались. Теперь смотрим. Локоть. Локоть, сгибаясь, образует угол, направленный в сторону головы или в сторону хвоста? Угол куда направлен? Стрелочка это куда направлен? В сторону хвоста. Хорошо, колено, сгибаясь, но здесь я полностью согнула В голове В голове Так вот, это правило общее, исключение из этого правила не бывает Локоть, сгибаясь, образует стрелочку у всех в направлении хвоста Колено, сгибаясь, образует стрелочку у всех в направлении головы Ну а сейчас несколько игрушек Первая игрушка Ну, в данном случае с журавлей Точнее, японский журавлей Ну, вот могла быть курица, могла быть бы страус, разница никакой ровной Так Значит, а сейчас я поставлю номера суставов и желающим мне их назовут Что желают назвать суставы скелетной стенки? Хорошо? Один локтевой, и куда он сгибается? Еще раз Этот сустав, сгибаясь, образует стрелочку куда направлено? В голове ли хвастутся? Так, ребят, у меня что-то с глазами Вот эта стрелка Волос уставов согнулся Вот одна кость, вот другая кость Вот эта стрелка куда направлена? Бывает ли, чтобы локоть сгибался в сторону головы? Попробуй с локоть так согнуть Не-не-не Он у вас, если бы вот так руку задрали Локоть-то все равно загнулся в сторону хвоста Потому что что перенести? Так? Классно А второе суставо? Колено Куда? Куда? Сгибается? В телоге Вот наша группа, что выходящее О них во второй половине телекции речь будет Кроме обезьяны, то еще одиноко и медведи Так? Если вы встанете по-настоящему на четвереньки А по-настоящему что значит? Опираясь не на колено А опираясь на всю стопу Нам это сделать чертовски неудобно Последние пять миллионов лет Анатомия стопы очень сильно изменилась в наших лет Так? Но вот если вы так встаете То очень хорошо будет видно В какую сторону сгибается колено? В голове Какой сторону сгибается колено? К хвосту К хвосту Как может колено изгибаться к хвосту? Значит это не колено А это что? Колено А это голеностоп А это голеностоп, разумеется Я не случайно, помните, говорил вам про куриное окорочка И что это будет вкусный вопрос Вот он, вкусный вопрос Вы все видели эту конструкцию И тем не менее Масси свои, значит, совершенно не осознавали Как оно устроено Давайте смотреть Вот и забедренный сустав Вот тазовая кость А дальше Раз косточка Два косточка Вот он, куриный окорочок Вот он Штрюховый Узнаете? Вот он Еще раз Раз Косточка Два косточка Как кость назвать? Бедренная кость Бедренная кость Какой сустав? Колени 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 Как отдел назвать? Голень Голень Какие кости? Большая Малоберцова Как я уже сказал У птиц У куриных В частности Малоберцова Частично Недоразвитая Хорошо А в результате Вот этот сустав Какой? Голень кончилась Голеностоп 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 Голень кончилась Дальше Голеностоп Вопрос А вот это что такое? О! А это на самом деле Не птичье изобретение Это изобретение динозавров Но поскольку Птицы Это и есть вариант Динозавров Да? То такая ситуация Не странная Дело в том, что У этой группы Срастаются вместе Все вот эти кости Первый и второй Подотдел стопы И предплюсна И плюсна Все вместе срастаются Образуя одну единственную кость Вот она Номер 3 Называется Отдел Характерный Для птиц Задней конечности Вот Церка Итак, церка Дополнительный отдел Задней конечности И птиц Между Длинностопом И пальцами Ну-ка, а теперь Интересно Кто-нибудь из вас Сможет использовать Уже решенные задачки Для ответа на новое А как положено Зачем Такая конструкция Нужна? Прокруг Ну, закон Задней Амортизации И Отталки Или Отталки Отталки А что важнее? Отталки 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 Взмах Крылья Да А сможет она его сделать Если она при этом Не подпрыгнет Достаточно высоко Нет Отчет мешает Земля Обратите внимание При первом взмахе Крылья должны сойтись Вот здесь Под животом И если птица Не подпрыгнет Достаточно высоко То никакого первого взмаха Просто не получится Да? Поэтому Птицы У которых Плохо Развиты Для прыжков Плохо Приспособлены Конечности А такие птицы Есть Есть Апусы Стрижим Отличные Летуны Но дело в том Что они жители скал И у них Проблема С началом полета Решается Очень просто Скала Это вертикальная поверхность Поэтому Главная задача Задних лап У стрижей Это цеплялки Очень сильные пальцы С острыми Мощными Когтейлями Стрижи Совершенно нормально С полета Разворачиваясь Брюхом К скале Цепляются К вертикальной поверхности К вертикальной поверхности Хоть К обратной наклонной К любой Хорошо Прицепился Повес Вопрос А дальше Как начать полет Как делать первое взмах Да? Разумеется Просто отцепиться У них нет задачи Тратить Тратить энергию На первый Прожок Это Старт с вышки Кстати Учтите Как же с тем Приходится Прибегать К старту с вышки Не только скальником Им понятно Но Сверх крупным Летуном Дело в том Что Выбросить В режиме катапульты Вверх Массивное тело Оказывается Механически Очень сложной Задачей Поэтому Все Сверх крупные Летуны Предпочитают Стартовать С некоторой Возвышенности Могут они Стартовать С плоскости Стриж совсем не может Если Стриж Вынужден Сесть на какое-то Плоское место Что он дальше делать будет Погибнет с горем Он просто Бешком Отправится К ближайшей Вышке Вышка Может быть Любая Любой камень Любой куст Любое дерево Любая стена Ему совершенно все равно Так После того как Он добредет На своих король А у него очень короткие лапы Добредет До вышки После этого Пользуясь Исключительно Цепкими пальцами На ручку Залез Залез Выше Глины Собственного Корла Опрокинулся На спину Сделал Полубочку Обносит Горлыши Делатажа 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 Ше Ше Кисть Разумеется Первый под отдел кисти Какой? Запястье Запястье Так вот Запястье срастает с пястьем Особенно в крупных формах У мелочей у всех Здесь дополнительные кусочки остаются У более крупных Здесь просто полное срастание Образует вот такой Единый скелетный элемент Сверху 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 Это запястье Словившееся спястьем У птицы называется он Тряшками Так? А дальше? Хорошо Запястье Пясть кончилась Что дальше должно идти? Да Что должно идти? Ну, брошь Ну, пальцы, конечно Вопрос А сколько пальцев В крыле у птицы? Вот сколько Два боковых лучей Репуцировались И осталось сколько лучей? Три 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 это Второй луч Так? От него остаются целых две фаланги Вот они А если две фаланги То суставчик между ними есть? Есть А это значит Этим пальчиком немножко двигать можно? Можно Вот этот пальц В полете птиц играет очень большой роль Хотя он совсем маленький Так? У третьего пальца центрального Магия величия Он не просто большой, он гигантский Причем такое ощущение, что он попал под асфальтовый каток Вместо того, чтобы быть круглыми Это кости плоские Плоские, очень крупные фаланги Это основа вот этой части крыла Ну и наконец Последний, четвертый луч От него осталась только вот такая маленькая кроха Которая находится на пути полного исчезновения Ни для одной птицы она ни зачем, ни для какого дела не нужна И сохраняется в половине строения просто по инерциям Ну поскольку была у предки, в общем-то особо не мешает Вот если бы она мешала, эволюция бы очень быстро ее устроилась А так вот, поскольку особо не мешает, то этот проект воспроизводится без изменений До новых встреч!